ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Администрация Кирова взывает к совести автовладельцев, оставляющих или надолго оставивших свое транспортное средство на краю проезжей части. Чиновники настаивают, чтобы машины были убраны во время очистки улиц от снега. Узнать, когда убирать, можно из специального графика работ дорожных служб, размещенного на сайте городской администрации. ТРАССА 101 ГИБДД опубликовало итоговые данные о ДТП за прошлый год. Всего в стране в 2017-м произошло 170 тысяч аварий. В них погибли 19088 человек, на 6% меньше, чем в 2016-м. Число раненых снизилось на 2,5%. 215 374 гражданина. Данные показатели, напоминает госавтоинспекция, уменьшаются с 2012 года. Однако есть и негативные тенденции. Среди них рост ДТП с участием автобусов и с участием детей. ТРАССА 101 А в Кировской области, информирует региональное управление ГИБДД, выросло число наездов автомобилей на пешеходов. В первой половине февраля 25 пешеходов получили травмы, двое погибли. Чаще всего эти случаи фиксировались в темное время суток. Автоинспекция призывает пеших граждан быть более внимательными при переходе дороги, а автомобилистам напоминает сумму штрафа за непропуск пешехода – от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. ТРАССА 101 Союз пешеходов, есть в России и такой, попросил президента Путина изменить условия амнистии водителей, устроивших ДТП со смертельным исходом. Дело в том, что после амнистии в честь 70-летия Победы осужденные по 264-й статье УК РФ стали массово уклоняться от выплаты компенсации родственникам погибших. Они переписывают имущество на других людей, меняют прописку и так далее, говорится в письме Союза главе государства. Суть просьбы – снимать судимость только после того, как виновник полностью рассчитается с потерпевшей стороной. Как вы отреагируете на то, если литр 92-го бензина в этом году подорожает до 50 рублей? Такой вопрос своим пользователям задал портал Дром.ру. Большинство респондентов, почти 42%, сообщили, что такой резкий рост цены никак на них не скажется. На втором месте 21% ответ – сокращу число или дальность поезда к по личным делам, на третьем – сокращу число или дальность поездок по работе. Примерно каждый десятый ответил, что пересядет на велосипед, либо будет пользоваться общественным транспортом, либо вообще продаст машину. Всего в исследовании приняли участие более 22 тысяч водителей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТООДИН Хакирова и врачи. ТРАССА СТООДИН ТРАССА СТООДИН